Привет! Всем любителям комиксов Marvel и DC. С вами Реверс. Сегодня в выпуске я вам расскажу полную историю комикса Карнер США. Ну что, погнали! Добрый Хаус Танис Нивз и единственного неповторимого Венома должны остановить безумного симбиота Карнажа. Прежде чем население целого американского городка погибнет из-за безумца. В этой мини-серии всего 5 номеров, но они очень классные. Мясокомбинат Ральский. Один из рабочих слышит странный и заливистый смех. Мы просто проголодались, вся эта кровь почти как дома. Ам-нам-нам. Дальше Карнаж превращается и сжирает всех работников мясокомбината к чертям. За 4 дня до этого Карнаж пришел к семье шерифа городка и забрал двух его детей и жену. Комитет по чрезвычайным делам США. Все начинают обсуждать проблему с Карнажем. Правительство решает отправить новых мстителей на борьбу с Карнажем. Все просто офигевают с того, что симбиот вернулся и психопат Клетус тоже. Кап решает не ждать всех мстителей и отправиться в бой. По прибытию мстителей в городок, они видят, что все жители обезумели. Очень большая улыбка, очень большая. Большая-большая улыбка. Спасите нас. Улыбаться, улыбаться и улыбаться. Тут появляется Клетус. Он держит ребенка и говорит, что тот его. Все люди принадлежат безумцу. И тот начинает смеяться. Начинается борьба и в итоге все мстители, кроме паучка, оказываются под влиянием симбиота. Он захватил их за считанные секунды. Карнаж держит паучка и говорит, что не стоило впутывать в их борьбу еще и других друзей Человека-паука. Начинается погоня обезумевших мстителей за Питером. Тот еле-еле уходит, но не без помощи кучки сопротивления людей, которые базируются неподалеку от городка. Дальше нам демонстрируют план правительства под вариантом А. Это презрение, известное как Доктор Теннис Нивс, у которой в руках симбиот. В одном из своих видео я рассказывал историю этого персонажа. Это гибрид симбиота и машины, позволяя Доктору Нивс объединяться с любыми технологиями. Также есть план Б, команда Меркурий. Старшина Маркес Симс, специальный отряд особого назначения номер 10, оснащен биооружием. Боевая собака симбиот, удавка. Джеймс Мерфи, лейтенант, морской пехотинец. Тяжелая артиллерия, оснащен биооружием Агония. Рика Акельсон, морской пехотинец-снайпер, оснащен биооружием Бактерия. И старшина Говард Огден, разведчик и все, что связано с разведкой. Оснащен биооружием Мятеж. Тем временем, окрестносты Довертона. Паркеру поясняют сложившуюся ситуацию и показывают раньше, где они находятся. Мы пришли, куда не за тобой. Мы пришли за нашими семьями. Ты видел там младенца? Да, я видел его младенца. Он в порядке. Пару недель назад люди перестали возвращаться назад с мясокомбината. Мы пошли туда проверить. Внутри все было залито кровью. Куски плоти валялись в запекшейся крови. А потом кровь начала смеяться над нами. Он кормился имбилотомясом, чтобы увеличить его массу. А потом появился Рот. И он спросил меня, где же я живу. Я разрядил в него револьер. Из крови снова раздался смех. А дальше вся эта омерзительная масса хлынула на нас дождем. Я пришел домой слишком поздно. Оно забрало моих детей. Мою жену. Кэссиди приказывает жене Шерифа убить своего мужа в обмен на жизнь детей супругов. Ей пришлось согласиться на это. Далее на ранчо Шериф не выдерживает своей участи и отправляется искать жену и детей в одиночку. По пути он встречает свою семью. Но под опекой Карнежа начинается заварушка. И все заканчивается тем, что Паучок спасает Шерифа, который чуть все-таки не умер. А симбиоты убегают куда-то. Паучок поддерживает и приказывает жителям собраться и идти сражаться против Клетуса. Тем временем в городе уже давно идет битва команды Меркурия против армии симбиотов под предводительством Карнежа. И тут вовремя подоспевает Человек-паук. И начинается очень жестокая битва. Нашего, дружелюбного соседа Человека-паука чуть не убили вовсе. Но его спасает антивеном. Флэш Томпсон. Паучок еще успевает пошутить про карателя на минималках. Сверхзвуковая шрапнель оглушает Карнежа. И тут начинается реальное избиение. Томпсон почти убил Клетуса. Но их сбивает на грузовике Теннис. И оба носителя остаются без симбиотов. Их двоих занесло очень далеко. От поля сражения. И здесь начинается Махач. Битву одержал Веном. Так как симбиот привязался к носителю и вернулся обратно. Самый подходящий момент. В конце концов, Симми Шрифа ждал хэппи-энд. И городок со Мстителями в придачу удалось спасти. Вот и закончился краткий сюжет данного комикса. Мне он очень понравился. Особенно с этой атмосферой. И конечно же тем, что там есть Спайди. Пиши свое мнение о видео и комиксе в целом в комментарии. Если тебе понравился видос, ставь лукс и подписывайся на канал Reverse Comics. Только у меня вы найдете самые годнявые видео о комиксах вселенной Марвел и DC. Также не забудь добавить меня в социальных сетях. Все ссылки в описании.